Привет! Мы с вами сейчас находимся в районе Марино-Роща, на северо-востоке Москвы и здесь, недалеко от железной дороги соединительной Алексеевской железнодорожной ветки, недалеко от платформы Станковит и также недалеко от улицы Сучевский вал, 3-м транспортным кольцом, его железной дорогой Алексеевской. Вот, также, не очень далеко от станции метро Марино-Роща, проходит Новотихвинская улица и 1-й Новотихвинский переулок. Улица проходит от Буковой улицы до 1-го Новотихвинского переулка, она с двухсторонним движением кольцовым транспортом по одной полосе в каждом направлении и длинаю составляет около 500 метров и фактически она является не улицей, а проездом. До 1386 года называлась 2-я Новотихвинская улица, а 1-я Новотихвинская улица в 1367 году была переименована улицей Двинцев, чтобы знать, тоже она проходит от этой улицы неподалеку, а 1-й переулок, он как раз от нее отходит от улицы Двинцев. Так что 1-й Новотихвинской улицы сейчас уже нету, ну и соответственно в 1386 году эта улица, ну чтобы не было какое-то странное название, 2-я Новотихвинская, поскольку 1-ю Новотихвинскую отменили, то решили, вот, хотя отменили еще в 1367 году, ну, кажется, лучше поздно, чем никогда, да. И в 1386 году улицу назвали просто Новотихвинская, поскольку 2-я уже стала излишне, такой префис, да, номерное определение. Ну и назвали улицу еще в начале 20-го века как новые улицы по соседству с Двинцевской улицей. Вот, никаких объектов по улице не числится, и все находящиеся на ней здания относятся к соседним улицам. 1-й Новотихвинский переулок проходит от улицы Двинцев и как раз до Новотихвинской улицы, он, собственно, практически может быть с одной полосой для движения фабилитранспорт в обоих направлениях, но достаточно узкий совсем, да и улица тоже довольно узкая. Длина его всего около 100 метров, до 2025 года назывался Новотихвинский проезд, так, и в 2025 году получилось современное название Новотихвинский, 1-й Новотихвинский переулок, соответственно, по 1-й Новотихвинской улице, от которой он отходит. Ну, а ныне это улица Двинцев, поэтому название может показаться довольно странным, но дело в том, что улица Двинцев, от которой он отходит, раньше называлась 1-й Новотихвин, до 1067 года. А потом им это переименовали улицу Двинцев. А второй Новотихинский переулок, он и не упразднил, его сейчас нет. Поэтому, видите, получается, что название многих может вести в смущение. Ну, во-первых, номерное определение, потому что, а где что-то? Второй Новотихинский. А его нет, он был, но сейчас он упразднил. Ну, а во-вторых, вот самое название Новотихинское, но дело в том, что так раньше назывался улица Двинцев. Ну, а новое, это связано с тем, что тоже, опять же, как и, так сказать, относительно Новотихинской улицы, потому что, так сказать, новый переулок по отношению к Тихинской улице. И, как и по улице, никаких объектов по переулку не числится, и тоже все находящиеся на нем здания относятся к соседним улицам. Вот, ну, прежде всего, улица Двинцев. Вот так вот, такие вот интересные улицы и переулки, по которым никаких объектов не числится, да, но они, однако, существуют, и мы должны были их тоже отметить, делая обзор всех улиц Москвы в пределах Макаро. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.